Якутск с рабочим визитом посетил ректор Дальневосточного государственного университета путей сообщений Юрий Давыдов. В ходе встречи он подписал генеральные договоры о дальнейшем сотрудничестве с республикой и обговорил вопросы предстоящих международных соревнований на звание лучшего машиниста. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Подготовка кадров для железнодорожного комплекса Якутии началась в далеком 1994 году. Именно тогда были подписаны первые договоры о сотрудничестве с двумя старейшими вузами железнодорожного транспорта, Дальневосточным и Сибирским университетами. С того времени для Якутии подготовлено более 400 специалистов. И они на сегодняшний день работают в основном как акционерная компания «Жизнодорья Якутии» и других народно-хозяйственных сферах республики Саха Якутия. В целях организации продолжения сотрудничества в Якутию приехал ректор Дальневосточного вуза. В рамках приезда гости посетили транспортный техникум в поселке Нижний Бестях. Также в поселке Майя прошла профориентационная встреча с выпускниками школ. Конечно же все вместе с железными дорогами Якутии заинтересованы в том, чтобы специалисты, высококвалифицированные специалисты были подготовлены в нужном объеме и в срок. Железная дорога развивается, она идет по республике и необходимо в свое время замещать те должности, которые есть на железной дороге высококвалифицированные специалисты. В компании «Железные дороги Якутии» работает более 900 специалистов, но это лишь 75% от возможного числа. Связано это с объемами нагрузки железнодорожного транспортного комплекса республики. Но ситуация может измениться в любой момент. С ближайшей перспективы даже предсказать невозможно, просто по той простой причине. Мы позавчера не знали, что Китай требует 240 тысяч тонн коксующегося угля для своей металлургии. И эти коксующиеся угли уже ни в коме, нигде, где шахты были погоблены там и так далее, они там не могут взять, только по технологии подходят наши угли. Компания может справиться с любыми задачами, ведь потенциал ее специалистов достаточно высок. И не случайно якутская станция Нижнего Бестяха станет площадкой международного комплекса профмастерства среди машинистов-тепловозов. Проводился всероссийский конкурс в номинации машинист маневрового тепловоза. И наш представитель «Железные дороги Якутии» победил на этом конкурсе и занял первое место. Сам конкурс пройдет 15 июля. В нем ожидается участие порядка 70 машинистов. Это представители стран СНГ, Прибалтики, Финляндии, Монголии, Казахстана и других. Практическое задание конкурсантов станет известно непосредственно перед соревнованиями. До этого момента суть задания известна лишь судейской коллегии. У нас же пространство колеи 1520 мм. Это не только Россия, это и страны СНГ. Поэтому на президиуме Национального союза дорожников России рассматривался вопрос. Повышать профессию можно до бесконечности. Почему не провести на полигоне железных дорог стран СНГ вот такое мероприятие? Это не только повышение авторитета профессии, отрасли, но и развитие международных отношений, сотрудничества. Железная дорога в Якутии существует уже более 40 лет. Профессия железнодорожника давно стала популярной в северном регионе. А значит подготовка специалистов для транспортного комплекса республики должна быть продолжена и в будущем. Юрий Осипов, Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Семен Афанасьев, НВК Саха, Якутск.